здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube как говорят у нас здравствуйте уже сегодняшняя тема очень очень хорошая все понасеяли понавысаживали и вдруг пришла черная ножка кстати сказать черная ножка может посетить наши сеянцы не только в стадии вот таких коротышек но и в стадии больших растений да черная ножка у картофеля бывает на поле чтобы вы знали вот посмотрите у меня тут три контейнера ну естественно в них посеяны помидоры естественно не все прекрасно взошли не все далеко даже не все из тех которые взошли уже посетила черная ножка хотя я приверженец того чтобы поливать только через поддоны эти пою снимая вот эти вот фольговки это все от света сделано потому что корни на свету быть не могут но откуда она взялась но видимо все оттуда переуложнение поверхности почвы она живет вот здесь не там не здесь а вот здесь и что мы должны сделать если вы после пассива все-таки засыпали отпудрили фитоспорином а черная ножка опять появилась вы видите вот здесь такой замечательный пакет вы знакомы с этим веществом это агро вермикулит прекрасное просто вещество цены ему нету и в данном случае тем более посмотрите вот в этих контейнерах поверхности им уже засыпано ну надо засыпать так поверхность чтобы вы понимали что вы не слой в сантиметр засыпали а так чтобы земля слегка проглядывала зачем мы это делаем спасет ли вермикулит рассаду от черной ножки конечно спасет вермикулит имеет одну особенность он собирает влагу на себя и держит ее на нем черная ножка не может развиваться это камушек размолотый на почве ее не видно практически вот о чем я хотела вам рассказать и просыпав вермикулитом посмотрите видите как хорошо просыпьте не бойтесь вот уж около стеночек так обязательно около растенец обязательно так чтобы поверхность была закрыта не надо много много это не хорошо мы же меры не знаем и сибирячки и но тем не менее все таки последуйте моему доброму совету это спасет ваше растение потому что когда ты увидел что у тебя начинают падать томатики твои любимые да боже мой ты не знаешь за что хвататься фитоспорином пудрила не помогло пролить фитоспорином опять вода понимаете да даже с фитоспорином вода уже нежелательно на поверхности значит вермикулит я надеюсь что вы услышали потому что ну девочки мальчики мои советы добрые вот от всего моего сердца все проверено на 100 рядов вот кстати сказать вот то что вы видите в горшочках посмотрите вот сюда вот вот хочу чтобы вы посмотрели видите валяется растенец и потому что только вчера засыпала я даже не предполагала что здесь возможно появление черной ножки вот она видите чахлик истонченный корешок и около поверхности тоже как будто черная ножка на каблучке нужны нам эти каблучки их все которые упали или вот так согнули головку их надо убрать однозначно и постарайтесь не поливать хотя бы неделю если необходимость в этом возникнет тогда контейнер ставим в чашку с водой напоили но не наливайте вот столько воды пожалуйста она вся почва впитается и на поверхность выйдет таков закон физики налейте буквально там сантиметрик чтобы корни подпоить и этого будет достаточно чтобы и поверхность осталась сухой и растение было напоено ну на этом я закончу всего доброго и вам и до свидания